МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Быть или не быть власти бизнеса и медицины о возможных запретах на проведение корпоративов. С декабря на апрель все ли педагоги и выпускники с радостью восприняли перенос итогового сочинения? На месте преступления в Солонешинском районе задержали браконьера. Ну а начнем выпуск с грустной новости. Праздновать прилет лебедей не будем. По крайней мере, в этом году впервые за последние 6 лет грандиозный праздник. Алтайская зимовка не состоится. Как рассказали организаторы, по рекомендации Роспотребнадзора, естественно, из-за коронавирусных ограничений в регионе было принято решение отменить мероприятие, на которое обычно съезжались тысячи гостей из разных уголков края. Однако, любоваться лебедями и посмотреть на зимние красоты Алтая не запрещено. Возможности для зимнего отдыха в Алтайском крае остаются. У нас работают гранолыжные спуски, у нас открыто для посещения озера Светлое, открыто для посещения. То есть вы можете в любой день приехать посмотреть на лебедей, но, к сожалению, не в таком, без проведения массовых событийных мероприятий. Напомним, с каждым годом праздник набирает обороты. На Алтае его отмечают с 2014-го. В прошедшем 2019-м он собрал более 7 тысяч гостей. Организаторы надеются на то, что не сорвется следующее большое массовое мероприятие «Светение моральника», которое обычно проходит в конце весеннего сезона. Подпольный Новый год. Возможно, именно так жители края будут завершать 2020-й. Разрешат ли корпоративные праздники? Кажется, это стало главной темой последних дней, после того, как в соцсеть просочилась информация об ужесточении режима из-за роста больных коронавирусом. Анастасия Дороган о том, что о запретах думает бизнес, власть и медицина. Москва, Ставрополье, Крым, Калуга, Тула, Рязань. Корпоративы там уже отменили, и Алтай, кажется, стремительно спешит в этот список. Такую информацию в совещании КЗС в соцсеть вынесла краевой депутат Мария Просакова. Позже на нее сошлются многие СМИ, а бизнес-сфера начнет бурлить. Больше, чем половины сезона у нас не было. И летний сезон позволяет нам дожить до зимы, продержаться там еще зимние месяцы, корпоративы новогодние. Понятно, все это мы накапливаем и держимся до следующего года. Сейчас у нас такого возможности нет. Поэтому даже подумать, как это будет, не хотелось бы об этом, о плохом. Зимние праздники здесь забронировали год назад. Из-за пандемии осенью начали вносить коррективы. Тренд года – маски-санитайзеры дистанция в полтора метра. Предновогодние вечера заняты и оплачены во многих ресторанах и кафе Барнаула. За эти даты бизнес планирует получить уже не прибыль, а деньги на возможность перезимовать. А может и на голодную весну. Как поведет себя пандемия, никто не знает. Но если предновогодний чёст запретят, рынок может очиститься. Мы работаем только для того, чтобы оплатить зарплату и аренду. О прибыли в заведениях не идет речь давно. На 75% упала у нас выручка уже. Поэтому дальше считать уже смысла не имеет. Если нас закроют в 7 часов, то мы просто закроем все заведения. Многие на предприятиях уже переболели. И в принципе опасности передачи инфекции ее нет. В автобусах и троллейбусах гораздо больше ездят людей. И у них есть возможность передавать эту инфекцию друг другу. Поэтому не настолько это опасно. И на мой взгляд, просто возможность работать в нормальном режиме дало бы им передышку. По данным коммерсанта, треть российских компаний новогоднее мероприятие не планирует. Еще треть перенесут корпоративу в онлайн. Вот это точно будет новинка года. 20% это еще не решили. Проводить или нет, для компании вопрос скорее не здоровья, а бюджета. Но и в Барнауле готовых вечеринкой закрыть год пандемии достаточно. Желание клиента – прибыль предприятий. Свой режим они и так опустили до 23 часов. Понижение еще больше. Автор поста, поднявшего проблему, не понимает. Слушайте, я считаю, что русский человек, он в принципе может вместо корпоративов утренники проводить с 6 утра до 7 вечера. Нас ничто не остановит. Но не понимаю, почему именно вечернее время считается более опасным. Видимо, как-то ковид он более. Агрессивен в вечернее время. Как предупредительная мера – это все-таки разобщение. Это все-таки дистанция. Это все-таки тот самый необходимый масочный режим, который нам необходимо соблюдать. Для того, чтобы более-менее спокойно пройти ожидаемый сезонный подъем гриппа. А это декабрь, январь, февраль. Чтобы одно не наложилось на другое. Правда, именно к этому и готовятся. По словам Попова, коллапс, который пережила медицина и жители края в октябре, вполне может повториться. Вот только малый и средний бизнес, выражая словами предпринимателей, на коленях стоит уже сейчас. И если корпоративы отменят, подняться он вряд ли сможет. И от коронавируса его никак не спасти. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. А теперь сводка с ковидного фронта. Сразу 15 жителей края с коронавирусом скончались за последние сутки. 15. Хотя на протяжении нескольких дней мы наблюдали заметный спад летальных исходов. Было по 5-6 человек в сутки. Также в регионе сегодня заявили о 227 новых случаев заражения коронавирусом. На данный момент в ковидных госпиталях края 608 человек находятся в тяжелом состоянии. 166 пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Кстати, треть тестов на коронавирус, по информации врачей, выдает ложно-отрицательный результат. Почему это происходит и через какой период времени можно действительно заболеть COVID-19 повторно, расскажем далее. Все симптомы на лицо, а тест отрицательный. Такое вполне вероятно, если человек поел или попил перед тем, как сдать мазок. Но, признают медики, к ложному результату приводят и сами тест-системы. Когда большие объемы, естественно, качество будет падать. По нашей лаборатории мы используем где-то 25-30 тест-систем в неделю. Но и каждую неделю, у меня неделя начинается, потому что я звоню фирму-поставщик и начинаю выбивать. Каждую неделю. То есть дефицит огромный. Пластика, все расходные материалы – это большая проблема. Не только у нас, везде. И тем не менее, ПЦР-тестирование пока самое актуальное. Да и процент ложноположительных результатов, говорят специалисты, низкий. По словам бактериолога, скоро в методологии должен появиться новый игрок. Иммунохроматографические тесты, которые уже диагностируют заболевания в экспресс-варианте. Пока с помощью этого метода выявляют антитела, но в будущем их начнут использовать для обнаружения COVID-19. И чем дольше с нами пандемия, тем это более актуально. Сейчас на Алтае начинают бояться заразиться коронавирусом второй раз, когда, казалось бы, антитела должны давать защиту. Самая громкая история, которую недавно активно обсуждали, вирус у мэра Бийска Александра Студеникина, который на больничном оказался спустя месяц после выздоровления. Правда, врачи считают, что говорить о повторном заражении некорректно. Здесь пока ученые практики сходятся к тому, что все-таки это не повторный случай заражения, а это, вероятнее всего, не закончившийся первый. В данном случае, вот этот повторный эпизод ухудшения самочувствия, он даже в большей степени, ну, в качестве проблемы только со стороны самого человека. То, что он выдает положительный результат, это на сегодняшний день, ну, достоверно, там, не знаю, даже на 50% не говорит о том, что он продолжает быть опасным для окружающих. По словам Шевченко, сейчас врачи ориентируются на срок в полтора месяца, чтобы уверенно говорить о том, что коронавирус в прошлом. А что касается действительно повторного заражения, то чаще всего вирусу подвержены медики. При этом тяжелое течение проходит лишь при ослабленном иммунитете. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком. Не все школы края радостно восприняли новость о переносе итогового сочинения для 11-классников. Многие педагоги и школьники считают, что лучше было бы пройти испытание в декабре, чем переносить его на апрель. Изменения коснутся и девятиклассников. Итоговое собеседование по русскому тоже пройдет на несколько месяцев позже, в мае. Тему продолжит Ирина Корчагина. Обычный учебный процесс в 40-й гимназии. В школе говорят, что сейчас снизилось количество больных ОРВИ. Многие учителя уже переболели ковидом. Поэтому новость о переносе итогового сочинения для 11-классников здесь многих удивила. Теперь оно пройдет не в декабре, а в апреле, в единый день по всей России. Несмотря на то, что каждый регион, каждая школа болеет коронавирусом по-разному. Вот это решение, я так думаю, что связано с тем, что в масштабах страны разные регионы обращаются в оборнадзор с тем, что вот им не хватает времени для того, чтобы подготовиться, что они были на дистанте. С моей личной точки зрения, конечно, это решение, наверное, какое-то компромиссное. Думаю, что никто ведь не знает, что будет 5 апреля 2021 года. Итоговое сочинение – это допуск 11-классника к ЕГЭ. И чиновники Рособорнадзора решили, что сочинение не должно стать источником заражения. Хотя, по идее, дети и так каждый день приходят на уроки. Морально они уже были готовы к сочинению, была готова школа. Мы не можем говорить о конкретно взятом регионе. Мы сегодня говорим о ситуации в стране в целом. Поэтому у нас, как правило, единый день проведения сочинения, единый день проведения экзаменов. И сегодня уже предварительное расписание экзаменов есть. Мы вот этими сроками каждый регион сам по себе варьировать не может. И это несмотря на то, что после осенних каникул школам разрешили самим принимать решение – выводить детей или оставаться на дистанте. В Краевом Минобре нам сказали – зато единый день сочинения должен дисциплинировать учителей и школьников. Мы просто себе создаем больше каких-то проблем, да, мы больше нагнетаем, благодаря тому, что это буквально вот прям перед экзаменами, перед ЕГЭ будет. Лучше было бы его провести в декабре, потому что в апреле будет явно не до него, потому что обычно в это время ученики больше делают уклон на профильные предметы для сдачи ЕГЭ. Поэтому я думаю, что лучше было бы провести его сейчас. Сейчас в Краевом Министерстве образования ждут официальные документы о переносе сочинения. Пока известно, что оно пройдет не раньше 5 апреля. А школьникам только и остается, как подстраиваться под новые реалии. Кстати, в Минобре не исключили, что в следующем году, так же, как и в этом, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собрались поступать в ВУЗы. Ирина Корчагина, Николай Шелко, День с толком. К другим темам. Поймали с поличным прямо на месте преступления. В Солонешинском районе задержали браконьера, который подстрелил дикого зверя. Охотник хотел остаться незамеченным, но у него ничего не вышло. Выдали следы, оставленные на снегу. Десятикилометровый марш-бросок по пересеченной местности. Почти 4 часа в охотугодии Солонешинского района искали затаившегося между гор браконьера. Незаконного охотника сдали следы. Они начинались от оживленной трассы и вели в лог. Длинный и тяжелый путь проделан не зря. Представители общественной организации охотников и рыболов Солонешинского района Вольница Нашли того, кого искали. Браконьером оказался местный житель. Его трофеем стала годовалая особь сибирской косули. Никаких разрешительных документов на охоту у молодого человека, естественно, не было. Тушу он уже разделал и складывал в рюкзак. Собирался выдвигаться домой, но пришлось подзадержаться и дождаться следственно-оперативной группы. Составили на месте протокол. Статья Уголовного кодекса за незаконную охоту ему обеспечена. Полицейские изъяли оружие и 16 патронов. За незаконную добычу косули, более одной особи, сейчас уголовная ответственность. То есть там статья 258 незаконная охота. И санкции там уже очень приличные до реального срока. То есть штрафы большие. Также иск за возмещение вреда, значит, это иски за косулю, допустим, самец, если добыт незаконно. 120 тысяч за самку, 200 тысяч рублей за одну особь. Рейд по охоту Годием с инспектором Осетровым. Рейды по пресечению фактов браконьерства в Солонежинском районе не прекращаются. Территорию охраняют со всех сторон. И не важно, утро это или ночь. Объезд территории мы проводим вообще ежедневно. То есть у нас охота инспектора наши, они проживают у нас не в одном населенном пункте Солонежинского района, а в разных населенных пунктах. Это то есть разбиты по разным частям наших угодий. И поэтому егеря, двигаясь на работу, после работы, во время проведения рейдов, все отсматривается, все отслеживается, все фиксируется в специальных журналах егерских. Особое внимание сейчас уделяют трассе Бийск-Солонежная. Дичекрады, как правило, действуют организованной преступной группой. Подъезжают к определенному месту, один отправляется за добычей, машина в это время уезжает. И по звонку она должна вернуться за охотником и подстреленной тушей. Но эту цепочку разрывают защитники дикой природы. Представители общественной организации охотников и рыболовов «Вольница» не дремлют и всегда на чеку. Дикого зверя, который вольно гуляет на их территории, обидеть не позволят. Многие в этом уже убедились и сейчас отбывают наказание. Евгений Плохотин, День с толком. Динамо, Динамо. Как нам сообщило руководство Динамо Барнаул, команда проводит внутреннюю проверку. Это подтвердил министр спорта Край Алексей Перфилев. А также рассказал, что будут проведены еще две проверки Краевым Минспортом и Российским Футбольным Союзом. Если все же подтвердится эта информация, чего бы очень не хотелось, повторюсь, но это определенная тональность уже нашего разговора, наших планов совместных с командой. Если не подтвердится, это тем не менее для нас сигнал. Сигнал не только для футболистов, для других наших команд. Хотелось бы, чтобы наши команды мастеров были правильным ориентиром для ребятишек. Если информация подтвердится, клуб могут снять с чемпионата страны в этом сезоне, штрафовать, а виновных игроков отстранить от футбола на несколько лет. Кстати, в 2010 году Барнаульская Динамо уже подозревали в договорных матчей с командой «Сахалин» из Южно-Сахалинска. И в том же году на ставках поймали тренеров Сергея Кормильцева и Вадима Бриткина. Продолжим отчасти тоже спортивной тематикой. Продал новую машину, чтобы купить несколько пар старых лыж. Бывший биатлонист собрал уникальную лыжную коллекцию. Всего в России таких четыре. Пока она хранится у него в подвале, но совсем скоро у нее появится свой музей. Подробности у Марии Микшуты. Однажды Сергей Корбан увидел в мусорном баке выброшенную лыжу редкой марки. Пройти мимо не смог, взял с собой. С того дня и заболел лыжным хобби. Это в свое время на вязке лыжный комбинат они пытались выпускать снегоступы. Снегоступы – это экспериментально-опытная модель. Сейчас в коллекции около 400 пар лыж с 30-х годов прошлого века. О том, что влечение настолько затратное, Сергей не предполагал. В свое время, чтобы собрать такую внушительную коллекцию, потратил все сбережения. А потом пришлось даже продать иномарку. Но, говорит, оно того стоило, удалось раздобыть поистине уникальные экспонаты. Вот лыжи. Наши первые чемпионки, такие мечалы. Это подарил Глумов, он болеет. Она на них начинала заниматься. В коллекции, кстати, не только лыжи, но и раритетный инвентарь. Кубки, медали, фото из походов, соревнований, ну и, конечно же, экипировка. Шапки тех времен, вот, с 74-го года, с 6-го года, вот такие шапки фирменные, вот того времени. Вот знаменитые наши советские шапочки «Петушок». Бывший биатлонист, хотя и в возрасте, но о спорте не забывает и сейчас. Вперед пару стареньких лыж тис и идет в лес преодолевать километры. Когда есть возможность, практически через день. Сколько для вас оптимальная дистанция? Я не фанат такой уж сильный. Я круг прохожу, ну два, от силы и все. Больше 20 километров я не прохожу. 20 километров получается? Да, да, так. Кстати, здесь же, возле лыжни, несколько дней назад Сергей разместил 30 кормушек для птиц, которые сделал сам. Красивый, обалденный дятел такой, красненькие крылышки, лежит, погиб. Вот были первые морозы. Вспомнилась вот эта мысль идея, думаю, а почему здесь не делать? Конечно, объем большой, 25 километров. В планах соорудить еще несколько кормушек для белок и перевезти экспонаты в будущий музей. Сейчас большая часть ютится в подвале. А вот здание для будущего дома лыж уже нашли. Знамена, а также почетные грамоты, дипломы, которых награждали спортсмены. Здесь бы стояли пирамиды лыж, которые они есть. Здесь 70 квадратов, места хватит на все экспонаты. Помещением под музей поделилась одна из местных лыжных баз. В амбициозных планах переехать в этом году. Однако, чтобы музей открылся, нужно сделать ремонт. Поэтому потребуется любая помощь. Мария Микшута, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, и не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Но через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok